всем привет мне в Киеве вечерами заниматься нечем я решила записать вступительное слово к слайдам которые я покажу видео слайды я перед отъездом нашла папочку с фотографиями своих работ своих и своей дочери у нас там очень много фотографий я так отсортировала поинтереснее что-то и период с 2006 по 2013 год то чем мы занимались то чем мы жили у нас был отдел у нас был магазин мы занимались ярмарками выставками мы разъезжали в москву в киев в одессу ну посмотрим что там у нас будет если будет интересно пожалуйста это будет первая серия слайдов если это интересно пожалуйста пишите в комментариях и я сделаю несколько серий слайдов где будет работа с кожей с камнями натуральными с шерстью вязано что-то игрушки выставки ярмарки может быть ну вот пишите пишите пожалуйста и я все покажу и сейчас я постараюсь несколько рассказать какая фотография к чему относятся какой вид техники сейчас это первый первый слайд это будет в основном палантины шарфы наши техника выполнена это валяние это шерсть роспись шерсти объемная на этих палантинах и шарфах двухсторонняя чтобы вы понимали то есть там нет изнанки и есть мокрое валяние есть сухое есть смешанное подробно я не буду останавливаться ну рассортировать по ну чтобы было понятно я постараюсь всем приятного просмотра всех люблю целую обнимаю подписывайтесь ставьте лайки нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить мои видео еще раз всем приятного просмотра а я по ходу видео постараюсь комментировать фотографии которые вы видите это короткие шарфики обратите внимание если присмотреться поближе валяние есть как плоская так и объемная картинки цветочки лепесточки то есть ну можно остановить и приблизить посмотреть и рассмотреть поближе что еще хочу сказать на первых фотографиях там где шарфы на манекенах это как раз в моем отделе в моем магазине стоят манекены и позади шарфов позади манекенов слегка виден отдел но это так чтобы было понятно это как раз тот период когда у нас был магазин низ шарфов и палантинов мы тоже по-разному заканчивали а где-то это как длинные лепестки валяные выпускались кое-где мы делали бубончики по одному бубончику где-то мы делали гроздья бубонов два три четыре один на один цеплялись но в виде бусин и были это у нас уже были заказные делали мы плоские большие такие бусины круглые плоские большие и тоже вешали их как в несколько раз но это уже был дорогой вариант огромных палантинов вот фотографии в журнале это журнал дуплет наши работы на моделях условия журнала условия редакции демонстрируют модели и обратите внимание розовое платье на модели это тоже моя работа на протяжении двух лет мы работали с дуплетом первый раз дочь поехала показала просто фотографии или выслала я не помню конечно и потом нам конечно понравились это была новинка это был там я не помню какой 2008 может быть год а вот здесь в журнале вы видите моя дочь демонстрирует шикарный белый палантин и как раз она показывает мастер-класс фотографиях это наш местный журнал это моя дочь демонстрирует и как это делается и как это выглядит да еще были фотографии наших работ нашем донецком еженедельнике но это тоже было очень давно 2008 в москве были на выставке тоже со своими работами как раз дочь была со своими работами на выставке ну и в дуплете это тоже была новинка потом нас еще печатал в российский журнал московский все для женщины так все так быстро не припомню какие еще журналы местный наш журнал до печатал донецкий еще были связанные вручную пелеринки шарфики мы делали разного размера на любой вкус на любой взгляд на любое желание то есть они были и маленького размера и и среднего и побольше и палантины для бахромы мы делали и бубоны шарфы у нас и дочь делала и я они слегка различались дочь делала мокрая техника я делала сухая на сначала я делала вручную сухое плоское валяние потом я уже купила иглопробивную машину и делала на иглопробивной машине и я делала смешанную технику сухая и мокрая ну совмещала как бы сказать может быть когда-нибудь мне захочется сделать мастер-класс по этой теме еще раз повторюсь что техника валяния у нас и сухая и мокрая и смешанная и плоское валяние и объемная и обратите внимание жилетики под шарфами и на манекенах и на моей дочери это делала моя дочь цельно мокрое валяние такие жилеты платье она делала на заказ без рукавки кстати обратите внимание моя дочь демонстрирует шарф в кожаной юбке черной короткой это тоже моя работа это кожаная юбочка украшенная кружевами разного вида атласными лентами огромный голубой палантин это спецзаказ он очень огромный он увешан низками мелких помпончиков и свитер на дочери в котором она демонстрирует этот палантин это тоже моя работа все шарфы и палантины не имеют изнанки они двухсторонние как с одной стороны так с другой они могут слегка отличаться но очень шикарно выглядят может показаться что один и тот же где-то мелькнул шарф но это не так если присмотреться они все разные просто иногда просили повторы это заказы мы отправляли в германию в россию даже не вспомню куда еще в несколько стран мы отправляли ну и у нас заказывали люди поэтому иногда приходилось повторять но так как совершенно одинаковые ну и мне это было не интересно и знаете как картины они могут быть какими-то там копиями возможно но они не будут одинаковыми совершенно если присмотреться они отличаются надеюсь вам было интересно пишите в комментариях если вам понравилось я сделаю несколько серий таких воспоминаний по фотографиям по каким-то записям пишите в комментариях рада всех видеть всех целую обнимаю подписывайтесь ставьте лайки всем пока а а